Здравствуйте, дорогие телезрители! Мы продолжаем цикл передачи Музея Одинцовского городского округа. Меня зовут Полина Бахова, и мы находимся в Звенигородском историко-архитектурном художественном музее. Расскажет нам о нем Ольга Владимировна Желудкова, заведующая экскурсионно-просветительским отделом Звенигородского музея. Здравствуйте, Ольга Владимировна! Здравствуйте! Мы находимся с вами в здании Царицыных палат, где уже почти 100 лет располагаются выставки-экспозиции Звенигородского музея. Мы находимся на постоянной выставке, которая называется «Покои боярни». Здесь воссозданы интерьеры домов 17 века, и речь идет о традициях и быте. Это здание построено для Марии Ильиничной Милославской. Здесь она останавливалась во время богомольных выездов вместе со своей женской половиной. Дело в том, что в 17 веке еще сильны традиции домостроя, и сохраняется деление в доме на две части – женская половина и мужская половина. Женщина со своей женской половиной без разрешения мужа выходить права не имела. Здесь, на территории мужского действующего монастыря Савина Старожевского, была построена в 17 веке женская часть Царицыной палаты для царицы и приближенных боярынь, и мужская часть – это дворец царя Алексея Михайловича Романова. Мы сейчас находимся в трапезной палате выставки «Покои боярни». Здесь мы знакомимся с традициями гостеприимства, с утварью и посудой, и говорим о том, что же ели и пили наши предки. В этой комнате, довольно небольшой, но достаточно светлой, находится большой стол. Это, наверное, самое главное в трапезной и вообще в быте русских людей. Да, именно так разнообразием русские интерьеры, разнообразием мебели не отличались. И в самом почетном месте в доме, а таким был в каждом доме красный угол, где стояли иконы, принято было ставить столы. Столы и лавки тогда тяжелые, дубовые. Лавки имели переметные спинки, чтобы их лишний раз не двигать. И сесть к столу нужно было так или иначе. Но пока на столе были есты и кушанья, эту традицию уважали, спиной к столу никто не садился. Когда уже все уберут, тогда возможно перекинуть, расположиться удобно и наблюдать за увеселениями. Ну и какие традиции были, какие правила соблюдали именно в трапезной и при приеме пищи? Ну, во-первых, в 17 веке по традициям, традициям домостроя, без разрешения старших ничего делать было нельзя. Говорили, как безгласны жена и дети предмужем, так же безгласны бояре предцарем. Во главе стола сидит царь. В доме это самый старший в роду мужчина. В одном доме могло проживать несколько поколений. Ну, а затем рассаживают от старшего к младшему. Соответственно, на царском перу от старшего к младшему по чинам. И чины эти распределял, конечно, сам царь. И пиры были какой-то даже своеобразной проверкой положения при дворе. И было очень важно, с кем ты будешь рядом сидеть. Потому что в 17 веке посуда очень дорогая. И отдельная тарель была только у царя. Все остальные могли есть из одной тарелки вдвоем, а то и вчетвером. Приборы тоже были дорогими. И ложки бояре каждый свою на пир с собой приносили. Царь тоже возил столовые приборы. Но у него тогда были уже вилка и нож. В нашем музее представлен экспонат 17 века. Как раз-таки дву рожковая вилка и нож. Такие же были у царя. Ну и очень важно было, конечно, какой на дворе день. Русь Московская пастица. Сытники двора царского писали. В иные дни на столе у царя ест вне держана. На питья не ставлено. То есть в иные строгие дни поста Алексей Михайлович Романов. Он и в народ вошел как тишайший. Ну, вообще ничего не есть. Все дни в православном календаре делятся на постные, скоромные и праздничные. Постных дней в году значительно больше. И когда наступали уже скоромные дни, на столе у царя количество блюд сразу увеличивалось. То есть если в пост как-то придерживались, да, могли вообще строгие дни не есть, то в обычный скоромный день количество блюд могло достигать 70-ти наименований. Ну, конечно, царь все это сам съесть не мог. Ну и трапезничал, он всегда не один. Обязательно трапезу с ним кто-то разделял. Ну а на перах это количество увеличивалось до 200-200. Ну, конечно, перы были продолжительные. 6-7 часов. На перы приглашали заморских послов. И нужно было показать наше русское богатство и разнообразие. Поэтому так стремились к такому количеству блюд. Ну и, конечно, все блюда сразу на стол поставить не могли. Вносили их по очереди. Первонаперво ставили хлеб и соль. До сих пор дорогих гостей мы так почем. Наша русская традиция. Хлеб занимает центральное место на столе во все времена. Ну а соль, всем известно, она тогда очень дорогая. Не случайно был Стрелецкий соляной бунт. Соль – это больше консервант либо специя. Выставляется солоница. Где-то тоже одна в центре стола. Да и вообще в течение всего пира, если хозяину гость не угоден, он эту солоницу от него будет отодвигать. И уйдет гость пира. И соль хлебавший. Наши русские сказки, пословицы, поговорки, басни, много информации о 17 веке несут. Интересно, а какова была роль женщины во время принятия пищи? Были какие-то особые традиции? Ну, дело в том, что женский и мужской чин были отдельными. На пиры женщин не допускали. Впервые, можно так сказать, изменения в этой традиции встречаются во время правления Алексея Михайловича. Потому что царевну Софию, дочь Алексея Михайловича, он с собой на пиры брал. До этого это было недопустимо. Потому говорить о том, что делала женщина, была ли она, мы очень сложно. Если трапезничали, то да, у нас в своей женской половине, в окружении, если царица это в окружении Верхового Бояры, она тоже одна. Вряд ли трапезничала обязательно в чем-то окружении. В основном же, да. И посуда даже на женском и мужском чине могла отвечаться. В общем, было то, что не было, да, отдельных тарелок, были столовые приборы. Но особо ценной считалась посуда питейная. Из нее напитки разливали и пили. Вот на мужском чине можно было встретить кувшин, кубок, яндаву, из которой напитки разливали, яндава и кувшин. Куда? Кубок, стакан, братина. Не случайно в слове братина мы слышим брат. То есть издревле существуют чин-чаши. Когда на мужском чине, тут мы убеждаемся, что да, так и было, передавали эту посудину из рук в руки с произношениями со здравных речей. Ну, прототип нашего тоста, да. И когда по кругу, по очереди испевали, мужчины становились родственниками. Кого в круг не взяли, к тому тоже выказывали определенное неуважение. Ну, а женщины, скорее всего, это были какие-то стряпухи, либо стряпчи, которые, в принципе, не были, да, видны. Это в прислуге они могли готовить там, на кухнях, в подсобных помещениях. Потому что, мы же говорим, блюд великое множество. И особенно много блюд вторых. Вот если первые блюда не отличались большим разнообразием, умели называть щи и ухо. Уха или по-другому ушное. Слово суп заимствованное. Оно в 18 веке в наш язык пришло. Потому щи, понятно, мы знакомы, приблизительно такой же был рецепт. А вот ушное – это и рыбный суп, и зайчий с лапшой, например, и с петуха, и рачья. А вот вторые блюда – там уже эти терева, рябчики, губы лося, серделосины, пупки зайчий верченый, чуть голову с чесноком. И даже лебедей могли запечь парочкой. Вот такое блюдо подавали молодоженам на свадебном столе. Оно было символическим. Третьим по счету они его разламывали, порушили. И это было, скажем так, синонимом сочетания браком. Порушили лебедя, значит, сочетались браком. И, конечно же, как мы сказали, садились за стол все в одно время. И в одно и то же время из-за стола нужно было уйти. Без разрешения старших ничего не делали. Ну, мы бы говорим об официальном окончании приема, да, или приема. Вот чтобы дать понять, что все, прием окончен, раздавали пряники, которые назывались разгоняем. Получив такой разгонный пряник, гость понимал, да, все, пора и честь. Вставал и говорил, в гостях хорошо, а думал меньше. А хозяева могли желать своим гостям скатертью дороги, что означало, что дорога до дома должна быть ровной и гладкой. Наши исконно русские слова в большинстве своем имеют прямые значения. Нужно смотреть в корень. То есть дороги тряски, выражение кабучо со здоровьем не стряслось, тоже отсюда. Поэтому ровно добраться до дома, это значит скатертью дорога. Хотя сейчас это немножечко другое значение. Да, все добавило смысла и немножко исказилась сама суть, но этим логически именно так. А что касается питейных напитков, были какие-то особенные? Слабо алкогольные в основном напитки, конечно, были, крепких напитков не употребляли. Пьянство – грех. Но опять как в сказках, да, я там был, мед, пиво пил, да, сытили меда, пили пиво, пили квас. Говорили, хорош тот квасок, что шибает в носок. То есть квас традиционно – это хмельной напиток, естественным брожением, где-то градусов до 4 крепость его могла достигать. Вину дорогие, фряжские, и даже если встречались на царском столе, их могли разбавлять в воду. То есть, ну, мы понимаем, что 6-7 часов, да, продолжительное время. Ну, и, конечно, были напитки, что-то напоминающее современные компоты, это взвары, это сбитни с добавлением меда, корицы, душистых трав. И даже был такой напиток, который назывался сыто. Вы все слышали выражение, которое называется «есть до сыта». До сыта. То есть после всех блюд, уже в дверях, это опять прототип, есть такая современная традиция на пасашок, да, в провинции. И вот чтобы на пасашок, а тогда подавали безалкогольный напиток на травах, и кто осиливал его после 200 блюд и спить, тот наелся до сыта. Мы здесь, в нашем музее, находимся еще в мире забытых слов. И помогают эти значения наших, казалось бы, знакомых слов узнавать и познавать глубже те самые экспонаты, которые вокруг нас здесь есть и нас окружают. Получается, мы можем увидеть значение того слова, и экспонат как раз расскажет нам, откуда это слово взялось и пошло. Это та самая братина, да, это ширинки, о которых тоже нужно сказать. Ширинка известно нам в выражении предмета мужского, да, в значении, ну, и сейчас и женского. Это брюки, юбки, да, элементы одежды. Большая часть еще, если говорить о знатоках, знают, что ширинка – это салфетка. На самом деле ширинка – это тканая по ширине станка полотно. Ширина станка могла быть разной, потому и ширинки использовались в разном назначении. Это могли быть платочки просто, либо платок на голову, либо салфетка, либо тот самое полотно, которое соединяло брюки с поясом в брюках, в штанах. То есть до нас дошло лишь одно, и смысл изначальный оно потеряло. Поэтому, придя к нам в музей и в нашем трапезной палате, и в других залах выставки «Покоя боярами», можно окунуться в предметный мир наших русских слов. Ну, мы, конечно же, приглашаем всех наших горожан, гостей города, гостей столицы посетить этот удивительный, необычный, старинный музей. Спасибо вам огромное за рассказ. Да, мы ждем и с удовольствием встретим гостей. Наш музей можно посетить самостоятельно, можно заказать экскурсию. На нашем сайте музейном весь наш прайс услуг представлен, и разнообразие услуг, потому что мы проводим не только обзорные экскурсии, но и театрализованные экскурсии для разных групп, для категорий групп, и, естественно, семейных групп тоже. Скажите еще, какой график посещения вашего музея, и как можно приобрести билет? Музей работает все дни, кроме понедельника. Работает касса музея с 10.00 по будням до 17.00. Я имею в виду музей, касса закрывается в 16.30. В выходные дни, а именно субботу, музей продляет свою работу вечером, и касса уже закрывается на полчаса позже, соответственно, музей тоже работает до 6.00 часов. В летнее время мы также увеличиваем время работы. Все это будет указано на сайте музея и в социальных сетях. Мы есть во всех социальных сетях, поэтому наши новости, такие важные, текущие, мы ежедневно публикуем. Следите за нами в социальных сетях. Билет нужно купить в кассе музея на месте, либо приобрести на нашем сайте. Официальный сайт музея, в котором есть кнопочка «Купить билет», и вы уже с электронным билетом сможете музей посетить. Спасибо вам большое. Дорогие телезрители, мы прощаемся с вами. Увидимся в следующих передачах на ОТВ.